Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Романа Донин. Смотрите сегодня в выпуске. В соседнем регионе студент открыл стрельбу по своим одногруппникам. Обманутые дольщики. Заместитель генерального прокурора посетил Уссурист. Вечный огонь памяти. Открытый урок прошел в 32-й школе. Снежная уборка. Городские спецслужбы устраняют последствия снегопада. Патриотическое воспитание. Юнормейцы подвели итоги работы. Президентские игры. Соревнования по настольному теннису проходят в Уссуристке. Новость не из Уссурийска, но известие, которое всполошило всю Россию. В Благовещенске студент открыл стрельбу по своим одногруппникам. Один человек погиб. Трое получили ранения. Инцидент произошел в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. Следственный комитет области сообщает, что сегодня около 11 часов утра 19-летний студент в учебном заведении открыл огонь из охотничьего оружия. Убил одного одногруппника, троих ранил. Погибший 19-летний студент колледжа. Трое людей 17, 19 и 20 лет с ранениями доставлены в больницу. Стрелка пытались задержать, но молодой человек покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование. Заместитель генерального прокурора посетил Уссуриск. В городе Игорь Ткачев встретился с обманутыми дольщиками. Две стройки на протяжении нескольких лет остаются замороженными. Собственники квартир бьют тревогу и пытаются найти решение проблемы. Подробности у Ольги Муравьевой. Выгонная 7. Пятиэтажка в пяти минутах езды от центра. Жить здесь просто мечта. Так думал каждый дольщик, заключая договор с застройщиком. По бумагам новоселья собственники должны были отмечать в конце 2017-го. Уж очередной декабрь на подходе, а здание без окон. С незаконченными первым и пятым этажами. Основная часть жильцов на сегодняшний день живут в съемных квартирах, имеют ипотеки, имеют большую закредитованность. И не имеют денежных средств для того, чтобы достраиваться собственными силами. Все квартиры выкуплены, все деньги были переданы застройщику, но дом так и не достроен. Комиссия на месте оценивает масштаб проблемы. В Уссуриск прибыли представители Генеральной прокуратуры и Краевого фонда поддержки обманутых дольщиков. Строительство возобновят, говорит консилиум. Сейчас идет выбор санатора, то есть строительной компании, которая возьмется достроить здание. При этом материальная ноша больше не ляжет на самих собственников. В конце следующего года новостройку сдадут в эксплуатацию, выносят здесь вердикт. А вот по следующему адресу на Крестьянское проблема гораздо серьезней. Для завершения строительства этого 17-этажного здания необходимо 206 миллионов рублей. Компании, которые хотели бы достроить дом, нет. Но проблему решать необходимо. Сегодня, хотя и возбуждено уголом дела в отношении застройщика, но он находится под домашним арестом, но фактически у него ничего нет. Где деньги? Ну, будем сегодня смотреть, где деньги. Поэтому сегодня нужно другие здесь пути решать. Санатора здесь, скорее всего, не найдется. Поэтому здесь сегодня надежда на федеральный бюджет, на Домру РФ и на тот фонд, который создан по защите правдольщиков в Приморском крае. Краевой фонд уже включился в работу. Здесь же на месте дольщикам дают разъяснение о дальнейшей судьбе долгостроя. Сейчас идет оформление документов, и бумажные проволочки могут занять очень много времени. Впереди зима. Главное – охранять здание и следить за конструкциями. Необходима активность самих собственников. Активность очень нужна, потому что до момента, пока мы признаем дом проблемным в соответствии с положениями фонда поддержки обманутых дольщиков, у нас нет такой статьи расходов, как охрана, как правило, это должны осуществлять застройщики недобросовестные. Но вы прекрасно знаете ситуацию, что они находятся у нас кто-то под домашним арестом, кто-то уже в СИЗО сидит. Поэтому, безусловно, помощь дольщиков здесь нужна. По обоим адресам будущие собственники организовали присмотр. С помощью администрации города создали комиссию, которая включается в решение проблемных моментов. И каждый очень рассчитывает, что обещания исполнят. Сотрудник Генеральной прокуратуры заверил – новоселью быть. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Новые хоккейные коробки построят в округе в ближайшие годы. Площадки появятся благодаря национальному проекту «Демография». Одну из них уже сделали на вокзальной дамбе. В 2021 году установят в селе Утесном. В 2022 реконструкция ожидает хоккейные коробки по адресам Урицкого – 76 и Губрия – 12. Стоимость каждой около 3 миллионов рублей. Большая часть средств предусмотрена из федерального бюджета. В целом, по национальному проекту «Демография» в Уссурийске к 2024 году появится 26 спортивных площадок. В Ленивичах, Красном Яре, Дубовом, Ключе, Воздвиженке построят крытые залы для занятий. Итоги полевых работ – пожароопасный период, карантин и болезни животных. Об этом говорили сегодня предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств с представителями администрации округа и федеральных служб. Не забывая паводки, фермеры смогли вырастить урожай. Так, например, сбор сои по сравнению с прошлым годом вырос на 6 тысяч тонн. На сельхозпредприятиях заготовлено 6,5 тонн сена и почти 14 тысяч тонн кукурузного силоса. Уже вспахали зябь. Заложено на семена больше тысячи тонн сои, пшеницы, ячменя и овса. Поголовье крупнорогатого скота в хозяйствах округа 8,5 тысяч голов, что намного больше, чем в 2018-м. Постепенно восстанавливается количество кур. В целом в Уссурийске насчитывается 104 тысячи несушек. Говорили на совещании и о пожароопасном периоде. Для профилактики специалисты выходят в рейды. Было проведено три рейда вместе с администрацией Сольского городского округа, которые позволили нам выявить не менее 13 нарушителей, поджигателей, разжигателей мусора, костров в неположенном месте, что является от общего количества выявленных отделов 40%. То есть 40% за три рейда выявленных нарушителей. На сегодняшний день всего за 3-2 недели привлечено более 25 человек в гостиной ответственности. Вечный огонь памяти. Урок под таким названием прошел для учеников 5-х и 6-х классов в 32-й школе. На подобные собрания педагоги всегда приглашают почетных гостей. В этот раз председатель Совета ветеранов ОМВД Геннадий Медведев рассказал ребятам о подвигах героев. Руководство 32-й школы особое внимание уделяет патриотическому воспитанию учеников. Акции и уроки мужества, подобные этому, проводятся даже в период летних каникул. В нашей школе проходил урок мужества. Вообще в нашей школе ежегодно проводятся такие мероприятия в течение всего года, посвященные патриотическому воспитанию. На них приглашают почетных гостей. Сегодня присутствовал гость Медведев Геннадий Николаевич, член Президиума Совета ветеранов города Уссуриска. Ученики 5-х и 6-х классов узнали о подвигах героев-земляков. Школьникам рассказали и о символе памяти в вечном огне. Со сцены прозвучали стихи и песни. Был показан короткометражный фильм. Такие мероприятия очень важны нашим ровесникам, потому что мы должны всегда помнить наших героев, которые спасли наш мир, нашу страну. Это было очень важное мероприятие, потому что было донесено очень много информации насчет наших героев, насчет создания вечного огня. Педагогический состав школы считает, что от былого советского патриотизма мало что осталось, и у каждого понимание любви к родине свое. Поэтому так стараются до своих учеников донести смысл этого важного понятия. Нам бы хотелось именно до наших детей донести истинную суть этого понятия, что же такое патриотизм. Не что мне дала родина, а что я дал родине. Но, естественно, память – это связующее звено между прошлым и настоящим, потому что забудем последнюю войну, обязательно начнется новое. Об этом еще говорили нам древние. В школе номер 32 на будущий год уже разработан план патриотических акций. Ведь в 2020-м страна отметит 75-ю годовщину Великой Победы. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс. Полицейские в школе. О правах и обязанностях сотрудники рассказали ученикам 6-го класса гимназии номер 133. Руководство школы считает, что с малых лет нужно понимать, что за каждое правонарушение следует законное наказание. Что нового узнали дети в нашем сюжете? Любой человек имеет права и обязанности. Об этом знают даже дети. Сотрудники линейного отдела и ОМВД пришли к ученикам 6-го класса напомнить, как нужно себя вести, чтобы не нарушать закон. Для наглядности полицейские приводят реальные примеры, где несовершеннолетние оступились и понесли наказание. Не следует забывать и о своих правах. Очень обязательно важно уметь разграничивать права и обязанности. Но каждый из нас должен знать, что любой из нас имеет право на жизнь и, соответственно, каждый из нас должен соблюдать права также и интересы, скажем, со своих соседей. Это уже не первый подобный урок для детей. О нравственной стороне воспитания необходимо заботиться, своевременно считают учителя. Поэтому самые громкие происшествия анализируют с учениками. В этот раз обсудили случаи осквернения памятников, которые в последнее время участились. Эта тема вызвала большой интерес у ребят. Вопросов было много. Меня как учителя глубоко затронуло то, что, несмотря на то, что дети не знакомы с уголовным кодексом, с административным, но инспекторы смогли так построить беседу, что и ребята справились. В рамках профилактической акции совместно с инспектором ОМВД по городу Уссуриску провели профилактическое мероприятие, направленное на патриотическое воспитание несовершеннолетних. В рамках беседы провели им лекции о знаниях административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, чтобы они знали и про них меняли. Для шестиклассников приготовили рассказы, ответили на вопросы, привели примеры из жизни и провели викторину. Ребятам были предложены различные варианты задач. По решению данных задач они должны были определить, что здесь их права или обязанности. Хочется отметить, что все справились замечательно, несмотря на то, что право им еще пока не преподают. Но тем не менее на бытовом уровне ребята смогли с этим справиться на отлично. Главное считают сотрудники полиции относиться к другим так, как хотелось бы, чтобы поступали с тобой. И это правило, которое заучивать не нужно. Самая низкая налоговая ставка по краю на квартиры, дома и гаражи принята в Уссурийске. Как теперь будут платить жители города за свое имущество? И есть ли те категории граждан, которые от налога и вовсе будут освобождены? Об этом вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Школа управдома». Жители нашего дома обеспокоены, как по новому закону мы будем платить имущественный налог. В многоэтажке много бабушек и льготников, есть многодетные семьи. Подскажите, за кем сохраняются льготы при платежах, а кто этого права лишится? На территории Приморского края с 1 января 2020 года установлен порядок исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Что это значит? Это о том, что в Приморском крае исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости будет исчисляться в 2021 году за налоговый период 2020 года. Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает меры, которые распространяются на территории всей Российской Федерации, меры социальной защиты населения. Что это значит? Для 15 категорий граждан, которые на сегодня освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц, льготы сохранены и также они уточнены. К этим категориям относятся пенсионеры, получающие пенсии, установленные законодательством Российской Федерации. То есть это все пенсионеры по выслуге лет, пенсионеры по достижению предельного возраста, инвалиды первой, второй группы, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие. Также категория льготников предпенсионный возраст. Это физические лица, которые соответствуют условиям назначения пенсии, которое было установлено законодательством Российской Федерации на 31 декабря 2018 года. То есть для данных граждан все льготы сохранены. Также получается у нас при исчислении налога на имущество от кадастровой стоимости, льгота будет предоставляться в виде полного освобождения от налога на имущество физических лиц на один объект каждого вида, на одну квартиру, один жилой дом, один гараж и одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров. Например, пенсионер имеет две квартиры, один жилой дом и один гараж. Он будет освобождаться от налога на имущество физических лиц на квартиру с максимально исчисленной суммой налога на один жилой дом и на гараж. Впереди короткая реклама, оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Автошкола «Фаворит-У». С нами все дороги принадлежат вам. Ждем вас. Крестьянская 75, Глюхера 51 и Некрасова 22. Телефон 21-22-23. Где купить качественную шубку по доступной цене? Конечно, на выставке продажи от Кировской меховой компании «Королевская зима». Только отечественное производство. Огромный выбор. Хорошие скидки. С 14 по 18 ноября художника. Нужны деньги до получки. У соседа не занять. В банке очередь толкучки. Ответа долго ждать. Есть решение, горожане. Не ходить недалеко. Займы мани в кармане. Просто быстро и легко. Центр вакцинации. Персональные комплексные программы вакцинопрофилактики для разных возрастов. Индивидуальный подход. Предварительное обследование. И качественные препараты. Поликлиника «Профессионал». Телефон для записи 300-470. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. На уборку снега в Уссурийске вышло 10 единиц техники. Спецмашины приступили к работе в 8 часов вечера и трудились до утра. Помимо очистки асфальта щетками, шла подсыпка песко-соляной смесью. В целом за ночь было использовано 315 кубометров вещества. Также работали два грейдера в районе улиц Известковой и Шахтерской. Ситуацию усложнил дождь, который прошел накануне. Участки, куда техника добраться за ночь не успела, грозили превратиться в каток. Территорию также убрали и подсыпали. Это район Слободы, частный сектор. Рабочие занялись сегодня наведением порядка на тротуарах, транспортных развязках и мостах. Уссурийск готов и к будущим снегопадам. На складе запасено 1700 кубов с песко-соляной смеси, а также реагентов в достаточном количестве. К работе готовы грейдеры, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы с отвалами и щетками, самосвалы для вывоза снега. Телефон доверия работает в Приморье. С начала года психологическую помощь в трудных жизненных ситуациях получили уже больше 6000 детей и взрослых. Проконсультироваться или передать тревожную информацию можно по номеру 8 800 200 01 22 или 8 423 249 72 68 с любого стационарного или мобильного телефона. Консультации бесплатны. В Департаменте труда и социального развития края говорят, что за помощью обращаются не только несовершеннолетние. Есть студенты, пенсионеры, люди, которые не могут выйти из кризисной ситуации самостоятельно. У всех специалистов телефона доверия базовое психологическое образование и дополнительная специальная подготовка по профилю. Будущее страны в надежных руках. Об этом говорили на сборе юнормейского актива округа. Ребята показали творческие номера и затронули важные темы. На повестке дня патриотическое воспитание. Подробности далее. 2019 год на финишной прямой. Пора подводить итоги. Этим занялись в активе юнормии нашего города. Сбор школьных отрядов устроили в администрации округа. На повестке дня награждения, чествования победителей конкурсов и планы на будущее. На века России нашей слава, непреклонно мужество Руси, отчий дом и честь храни держава. В нашем округе юнормия состоит не только из юных солдат. Прославляют наш город на всю страну военные музыканты и казаки. Например, отряд «Ермак» недавно вернулся из Анапы. Мальчишки обменялись опытом со старшими товарищами. Кое-что привезли и домой. А теперь показали на сцене свою визитку. Мы изначально готовились на Приморский край, а потом все дошло до автоматизма. И мы каждый раз так с первого раза делаем. В России был период, когда молодежь не знала истории и не гордилась своей страной, говорит председатель Совета ветеранов Уссурийска. Задача юнормии – это исправить. Ребятам в школах уже активно прививают чувство патриотизма и любви к родине. Старшее поколение отметило, что возлагает на этих детей большие надежды. Преодолеем все вот эти неприятные моменты, которые связаны с принижением патриотической роли молодежи. И будем достойны славы, памяти наших отцов, дедов, прадедов. Также на сборе отметили, что 2020-й уже объявили годом памяти и славы. Будет годовщина окончания Великой Отечественной войны, причем дата без преувеличения великая – 75 лет. И, конечно же, юнормия внесет свой вклад. Ребятам предложили провести патриотические акции для младших школьников, а также поучаствовать в параде на 9 мая. Репетиции начнут в начале следующего года. Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс. 14 ноября объявлено по стране единым днем пенсионной грамотности. Ежегодно фонды, которые работают по этому направлению, проводят День открытых дверей, просвещая молодежь. Уссурийские специалисты не только отправились по учебным заведениям города, но и принимали гостей у себя. Студенты пяти колледжей и ученики одной школы стали на ступень грамотнее в вопросах пенсионных начислений. В перспективе каждого дорога приведет в это здание. И походы связаны не только с наступлением почетного возраста. В фонде оформляют социальные выплаты, материнский капитал. Сюда каждый работодатель производит отчисления за сотрудников. Кстати, ежегодно летом ученики и студенты устраиваются на работу, формируя тем самым свои первые накопления. Начиная с 14-летнего возраста, каждый юный уссуриец может пройти регистрацию в системе пенсионного страхования. Для таких желающих двери открыты не только в единый день. Первая школьная ракетка. Соревнования по настольному теннису среди учеников проходят в эти дни в Уссурийске. Среди самых сильных ищут победителей на общегородском уровне. Цель – дойти до финала всероссийских президентских игр. Десятый юбилейный раз проходят в России президентские спортивные игры. Муниципальный этап по настольному теннису в средневозрастной группе прошел сегодня в 16-й школе. Самым сильным выпадет честь войти в сборную города и побороться за победу в краевом этапе. Здесь участвуют именно школьники общеобразовательных учреждений. Он может заниматься спортом, может не заниматься. То есть дети, которые прошли первичный отбор именно на школьных внутренних соревнованиях. Настольный теннис – это не единственный вид спорта в президентских играх. Есть еще гандбол, легкая атлетика, стритбол, баскетбол и другие. Игроки в команде должны уметь все. Некоторые школьники на финал поедут не в первый раз. Что дается сложнее всего – на то и упор. Выводы сделаны, а значит, в этот раз есть шанс подготовиться серьезнее. Было на самом деле не сложно. Единственное, легкая атлетика, нужно было пробежать 800 метров. Это самое сложное, что было. Шесть юношеских и шесть команд девушек. И три возрастные группы. Накануне сильнейших спортсменов в игре в настольный теннис выбрали среди старшеклассников. В этот раз за победу борются ученики в средней возрастной группе. Подготовка должна быть серьезной, ведь во всероссийские соревнования попадут сильные соперники. Некоторые из необходимости подготовки вносят в свою жизнь коррективы. Я раньше занималась 7 лет, играла. А сейчас я бросила, опять начала, потому что у меня президентские игры. Но если бы мне не сказали, что сейчас будут президентские игры, я бы не начала с новых игр. В состав команды каждой возрастной группы попадут лишь 20 человек. В финальном этапе целую смену сборные из разных уголков России будут состязаться в лагере «Орленок». Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс. Черная пятница на выставке продажи шуб «Знатные меха». Зимние новинки со скидками до 50% для всех уссурийцев. С 14 по 17 ноября в здании Дома офицеров. Успейте выбрать фасон по душе. Холода наступили. Пора утепляться. Сделать это можно красиво благодаря новинкам сезона на выставке продажи «Знатные меха». Яркий мутон, классическая норка, шикарные воротники из меха-рыси. Имеются в продаже более тысячи изделий из норки мутона. Имеется в продаже чернобурка. Размерный ряд у нас с 40 по 70. Все размеры присутствуют. Имеются в продаже модельки как молодежные, так и более какие-то классические. Новые модели, цвета. Шубки из мутона от 9 тысяч 900 рублей. Норка от 55 тысяч. Покупаете новую шубу, а старую сдаете. Получаете скидку. «Знатные меха» проводит акцию «Черная пятница». Цены на изделия падают до 50%. Также можно оформить рассрочку на 24 месяца без переплаты и первоначального взноса. Для оформления рассрочки или кредита нужен только паспорт. Гарантия на каждую шубку 6 месяцев. За зимними новинками отправляйтесь на Советскую 31. Здание «Дара». Вход на выставку-продажу «Знатные меха» находится слева. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. На этом пока все. В студии работал Роман Адонин. Сюжеты можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале.